Сергей, мой арт-директор. Жених ваш, да? Нет, мы не смешиваем работу. Два секунды. Не знаю, где они. Попросить принести. Прекрасный повод есть у нас поговорить о прекрасном. Это не только завтрашний праздник, чудесный день 8 марта, но и открытие выставки «Путь в невесомость» в Большом Новосибирском планетарии 9 марта состоится. А сегодня у нас в гостях, собственно, автор этих картин, которые будут представлены, иллюстратор, архитектор, художник, преподаватель Анастасия Просочкина. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Четыре утра сейчас в родном городе у Насти, и ей немножко тяжело, но сейчас мы ее разбудим. Про картины. Для тех, у кого нет возможности зайти в нашу группу «Радио 54 ВКонтакте», где есть фотографии нескольких из них, расскажу, что для меня самым интересным в них явилось, что там не только красивые космические пейзажи, но и где-то там по бокам, в уголочках, красивые чертежи какого-то космического оборудования, ракет, в общем, всяких классных штук, и это так органично вписывается, потому что они очень таким интересным штрихом нарисованы. В общем, я не разбираюсь в искусстве, поэтому я, наверное, лучше замолчу. Откуда такая любовь, Анастасия, к космосу? Анастасия расскажет. Я думаю, это все Кир Булачев. Я думаю, что это детство, да, с теми детской рекордами. Это все «Веловый шар», да, это все «Гости из будущего», да? Это все Алиса Селезнева. Да, Алиса Селезнева, понятно. Популяризация космической отрасли – это просто прикрытие. Ну, как это, конечно? Конечно. То есть хотели полететь сами или нет? Были такие мечты? До сих пор хочу. А, до сих пор? А, ну вот откуда это все. У нас там все тайно желают, и не тайно основал. Поэтому она и возит свои выставки, собственно, что-то сейчас. Я думаю, что я, конечно, в космос их довезу просто, и меня задолжены. А, я думала, зарабатывает человек на полеты. То есть нынче очень дорого. Ну, вообще, да. Ну, вообще, немножко подешевело будет. Я не помню цифры, но... Но все равно. Еще порисовать придется немного. Еще сколько-то там тысяч картин, и будет доступно для меня. Ну что, про космос, про картины. Расскажите немного, как они рождались, почему выбрали такой интересный стиль и вообще, как он называется? Потому что я совершенно не разбираюсь в этом. Ну, да, есть маринисты, да, кто пейзажи, да, пишет там, портреты. А это как назвать? Да, есть еще космисты, но это вроде тоже не про то. Вот, я не знаю, как это назвать. Ну, просто космос, стиль. Мы еще не придумали, в общем, его название. Мы потом тоже как-нибудь назовем, там, типа, гранж, не знаю. То есть ничего подобного никто не делает? Ну, с чертежами я не находила, с схемами, как вот у меня. Есть, да, есть огромное количество красивых космических артов, но я стараюсь как-то все-таки приблизить к настоящей ситуации, рисовать что-то актуальное, чтобы и романтично, и красиво чем-то научиться по картине нужно было. Там все точно или все-таки присутствует? Там достоверно, да. Там все достоверно, или фантастика присутствует? Нет, нет, у меня есть эксперты, то есть я советуюсь по ряду картинами с автор, который работает в отрасли, вот мой хороший, отличный друг Алексей Мазур, мы вот с ним вместе часть картины рисуем, и, в принципе, я стараюсь... А видели вживую какие-то объекты, которые... Да, конечно, я была в Звездном, то есть у меня, в принципе, вся история началась с того, что я написала космонавту и сказала, ну, пожалуйста, покажите мне что-нибудь, вот, и он показал мне Звездный городок, и мы сидели с ним в Союзе, в тренажере, в космическом корабле. Круто. Это было просто, вот, тоже очень-очень круто, безумно зарядило энергией. Ну, то есть это не просто фантазия, это фантазия, подкрепленная реальными фактами и достоверным, увиденным космическим кораблем. То есть никаких зеленых человечков. Ну, иногда я их прессовываю, потому что все же пасхалки любят. Ну, из всех картин там одна только у нас выдуманная, но она тоже на основе реальных программ, то есть мы фантазировали, пытались что-то такое сочинение. Вы знаете, что Алексей Леонов тоже рисует, да? Да, конечно, да. Знакомый с ним, да, лично? Лично не довелось, конечно, на сцене видела, но выставлялась вместе в одном зале. Да, вы что? Да, когда только первые работы сделала, и меня позвали в Звездной на 12 апреля, и это было очень круто. То есть рядом картина Леонов и мои космонавты, художники. И, ну, я прям в восторге была. Ну, да, действительно, это очень такое достижение. Какими технологиями, ну, как, я не знаю, как правильно, техниками, да, какими пользоваться, какими изобразительными материалами. Да, это масло, акрил, что ли? Ну, вот, я рисую акрилом. Просто я знаю, что художники обычно обижаются, когда им говорят, что они рисуют, и говорят, мы пишем. Пишем, да, пишем. Ну, я предпочитаю говорить, что я рисую, потому что я именно график, я больше люблю рисовать, и акрил позволяет. И тушью. Вот, акрил, тушь. Очень выглядят, как реальные наброски, карандашные, вот эти схемы ракет. Это тушь. Да. Белая. Ну, снова тушь. Раньше другие пробовала материалы, но это тушь. Белая, синяя, чёрная. Вообще, как считаете себя прям художником? Конечно, я прям в детстве. Ну, многие... В принципе, никем себе не читают. Многие профессионалы скромничают, говорят, да, кто я, так любитель. Уже серьёзно к себе относится. Не вижу смысла какой-то такой скромности, тем более, что это, в принципе, то, что единственное, что я умею, это рисовать. Интересно, а кто-то в космосе рисовал? Есть картинки, которые созданы в космосе? Прямо там, да? Да, Леонов рисовал. Я сейчас не помню, как раз на эту тему сейчас мне нужно небольшое рисование сделать. По-моему, кто-то из американцев, астронавтов, ещё рисовал. А в космосе Леонову есть один карандашный рисунок, и он доставляется. То ли на Байконуре, то ли в Звёздном, я вот не помню. На Байконуре я тоже была, кстати. Да? Да. Слушайте, ну, вам всё уже, все карты в руки, как говорится. 11 картин представлены на выставке в Большом Новосибирском планетарии. И за какое время родились вот эти дети ещё? Сколько вам понадобилось, чтобы их собрать воедино? Как-то подряд писали или с перерывами на другие работы как-то? Там картины двух партий. То есть это вот к прошлому Дню космонавтики, это американские современные актуальные программы. И к предыдущему там отечественные, как бы, вот такие исторические картины. А между этим были ещё какие-то заказы. То есть, в принципе, где-то за два месяца каждая из этих партий была сделана. То есть отечественная космонавтика где-то два месяца. Но при этом какое-то количество ещё на подготовку ушло. Вдохновиться, посмотреть, придумать. Сколько обычно уходит на вдохновиться? На вдохновиться. И где это происходит? И чем? Чем вдохновляетесь? Ну вот тогда, когда мне Александр Мисуркин, космонавт, который мне всё показывал, он недавно вернулся в СНКС. Да, он взял в космос мой рисунок, так что я всё жду, когда мне фоточку покажут. На фоне звёзд настоящих. Ну, я надеюсь, что он сфотографировал, да. И, конечно, личное знакомство с такими людьми, кто всё это делает, это, конечно же, потрогать там, посмотреть, почитать истории. Паментарий, кстати, фильм сейчас смотрели очень так красиво, когда пролёты над пейзажами, над ландшафтами планет. То есть по-разному. Музыка очень вдохновляет. Музыка? Какого рода музыка настраивает на космос? А какая музыка, да, вот интересно. Ой, самые разные, не знаю. Ну, Pink Floyd это что-то вроде классики. Я рисую, я чаще всего под прогрессив почему-то. Дрэм-театр. Space, не пробовали? Пробовала, но мне больше нравится, когда прогрессив какой-нибудь. Знаете, ещё есть хорошая подборка музыкальная на тему космоса у Алексея Рыбникова. Нет, не знаю. А вот я вам советую. Обсудим кумиров. Маяк группа очень классно исполнила. Был проект такой. И музыку тоже. Обсудим после рекламы. Хорошо. Приземляемся обратно в студию. У нас в гостях Анастасия Просочкина, иллюстратор, архитектор, художник, преподаватель. Её выставка «Путь в невесомость», направленная на популяризацию космической отрасли. Скоро откроется в Большом Новосибирском планетарии. Скоро это 9 марта. Все успеем как раз праздники посвятить прекрасному. Регистрация открыта. Регистрация открыта. По регистрации нужно пойти. Всем желающим на сайт Планетария или группу ВКонтакте. Всё найдёте, всё получится. Анастасия, а сразу космическая тема появилась? Вот да. Что ещё вас интересует? Ой, я много что рисовала. Я рисовала всю экономичную фантастику. Вот совершенно, что там, сочиню. Киборги, запала или поля. Да, киборги, киборги, роботы. Роботы, какая-то техника вам интересна, да? Да, и все эти планетные мандшафты, что-то такое. Да, всё это мне интересно. То есть я очень люблю физику. А саму космонавтику два года как рисую. До этого я вот прям специально в эту отрасль так вот головой не уходила. Интересно. Мне кажется, что люди творческие, они, как правило, склонны к гуманитарным наукам. И художник для меня это такое, ну, творческое. И ни за что бы не подумала. Море, солнышко, цветочки. Что такая хрупкая, красивая девушка. Такая вся, я художник, я творческий человек. Я, говорит, люблю физику. И космические чертежи. И мне вообще, я считаю, что это предусутки. Ну да, мы к ним склонны, увы, к сожалению. Меркантильный вопрос можно, Анастасия? Продаете свои квартиры? Квартиры. Квартиры пока не продаю, поэтому... Сначала он заработает, да. Продав картины. Серьезно, потом уже квартиры. Серьезно. Потом квартиры станет картиной. Если кто-то интересуется, допустим. Да, конечно. Я в основном делаю на заказ, потому что эти картины, которые сейчас выставляются, мне нравится их в каком-то таком в источном фонде иметь. А что-то на заказ уже рисовали. Ясно наказывают в отрасли, вот как раз люди. Ну и давайте уже по цифрам-то пройдемся. От и до давайте. Пишите в ММА-р-директору Сергея Белова. Мы обсудим. Это правильно. Ну нет, ну ладно, ладно, хорошо. Пусть будет так. Тебе скидка. Да? Ой, ладно, я очень подумаю. Спасибо. И по поводу еще квартиры и картины. Мне понравилась эта мысль. Какие-то такие... Пользуйтесь своим талантом в бытовом плане. Расписали дома, наверное, стены, там что-то такое. Чтобы обои не переклеивать. В основном плане этот талант, он только делает квартиру хуже. Да? И только мешает. Ну, в принципе, стены у меня сейчас забрызганы всем, чем можно. У нас на паркете дома звезды, как я говорю. Сестра говорит, что это грязь. Все говорят, что это турческая обстановка. И я говорю, что это звезды. Ну, как бы нормально. А так интерьеры расписали переходило. Тоже на заказ, да? Как раз эти киборги-шестренки вот там были. Классно. А дома картины какие-то находятся? Ну, одну мы повесили вот неделю назад, когда что-то ремонт. Вашу? Да. Но я обычно голые стены, мне норма. Я же говорю, я не визуал. Среди каких-то кумиров, среди художников, мы уже поняли, что вам нравится картина космонавта, но что-то может быть из классики вам нравится. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. А, из классиков могу ответить. Мне очень нравится Куинджи, очень нравится Айвазовский. Мои любимые художники. Пробовали как-то подражать их стилям, что-то такое делать? Мне кажется, что то, что я сейчас пытаюсь передать, вот эти отношения цвета, цвета в картинах, как раз-таки откуда взялись. А Айвазовский в космосе. Да, космос это тоже такой океан, проплывающий в мельсона стекарабли. Вот в этих картинах, кроме общего посыла, популяризации космической отрасли, в каждой, наверное, есть какая-то своя мысль. Но все-таки я понимаю, что это общий, можно сказать, что это какой-то общий ансамбль, но я уверена, что в каждую вы вкладывали что-то одно. Ну да, в каждой картине своя история, то есть я старалась, чтобы они были по-своему душевные. Эти истории написаны рядом сейчас с картинами, то есть мы повесим описание тоже сначала. А можете рассказать одну или две, да, вот про самые какие-то любимые? Самая любимая картина, она про Цолковского, про нее чаще всего спрашивают, предлагают ее купить, но мы не даемся. Она не даже в углу написана «Ночь, тишина, Калуга», Цолковский придумывает первый космический корабль. Там такая зеленоватая подсветка, как «Северное сияние», такой одинокий домик, где-то среди сугробов, и горит свет в окне, где виден силуэт Цолковского. Над всем этим парит рисунок из его рукописи, где изображено так положение, как это могло бы выглядеть в космосе, летательная парада человек. И сверху над всем этим проплывает союз, как воплощение его мечты. Для меня это одна из самых таких романтичных картин. Наверное, вдохновились, прочитав биографию человека? Я читала его записки, как раз рукопись, смотрела на сайте РАН, то есть эти архивы. Да, но недавно хотелось, потому что это такая глушь, то есть это человек, который никто не понимал, а он носил себе такую мечту, и вот эти идеи нашли воплощение в полностью невероятных контрастов, и это очень здорово и душево. Нравятся вам такие герои, которых никого не понимает, никто? Ну, конечно, нас же всех в школе не ценили, не понимали. Там рисуют, там сидишь, рисуешь, читаешь, тебя никто не любит. С чего началось вообще? Понятно, что была, наверное, в детстве художественная школа, да, и потом после университет, но с каких-то мелочей началась любовь? Ну, я с пенок рисовал, на самом деле, даже до всех этих кружков, есть все-таки странные динозавры, я тоже вчера рассказывала, многоногих созданий, называла их странными именами, до сих пор сохранились, там, кокузавр какой-нибудь, не знаю. Вот фантастика, прям склонность такая к чему-то космическому, большому, неизведанному, да, и фантастическому. Но при этом среди работы, я так понимаю, нет фантастики, фантастической темы. Они есть, но сейчас то, что я рисую, как бы, ну, именно как свое направление, вот в данном момент, это именно актуально то, что происходит, и история. Конечно же, хочется что-то фантастическое рисовать, я рисую, да. Ну да, какие-нибудь там роботы, там, эти самые динозавры с лазерными, там, бразами. Ну, роботов и лазеров у меня нет, потому что я все-таки очень люблю миролюбивые картины рисовать, и военные разработки мне не очень пришли. То есть никаких бластеров, ничего, ничего. Я не очень люблю такое рисовать, мне нравится мирная послова работа. Ну да, грустно, но я посетила. Нет, да нет, мы же мальчишки, нам же надо хам... Ну это ты, мальчишки, а мы, значит, не мальчишки. Я знаю много девчонок, кто рисует вот именно такое. Войнушки. Ну и войнушки, но мне нравится именно когда вот это миролюбивый посыл космоса, что-то такое. Мы с вами уже начали немножко обсуждать стиль. Сегодня очень много разных и начинающих, и уже профессиональных художников, и все пытаются найти что-то свое. Вот вы уже нашли какой-то свой стиль, свой почерк, если это можно так назвать, или вы все еще в поиске? Ой, надеюсь, я считаю в поиске. Я думаю, что свой стиль есть у всякого, который рисует. То есть это если особенно с детства все равно что-то такое вырисовывается, с чем-то работа знаваема. Ну, дай бог, все будет в поиске. Еще раз давайте пригласим всех на выставку, наверное. Давайте. 9 марта в Большом Новосибирском планетарии. Заранее регистрируйтесь и приходите на выставку. Это совершенно бесплатно. И, Настя, пожалуйста, последнее такое короткое слово начинающим художникам какой-то совет от профессионалов? Ну, просто рисуйте и не бойтесь листа, не бойтесь его испачкать. Я все так говорю. Джаконда ты все равно не нарисуешь. Попробуй хоть что-нибудь. То есть в Лувр, это какая-то глупость, наверное, но я так думаю, ну, в Лувр это все равно не поиск. Поэтому я могу портить эту картину, как я хочу, и что получится. В любом случае, если что, скажем, современное... Стены большого новосибирского планетария, мы уже... Современное искусство. И все. Да, да. Ну да. Анастасия Просочкина была у нас в гостях, и она еще не уходит. Она расскажет сейчас нашим слушателям напоследок забавную историю из жизни. Ну, мне тут огорошили, что надо что-то забавное рассказать. И мне вспомнился момент, когда я только-только захотела рисовать на тему космонавтики и думала, как же мне бы попасть в Звездный городок. Это место, где тренируются космонавты. И мне настолько стало становящего идеей, что когда бывает, что ты о чем-то думаешь, тебе везде попадаются на эту тему какие-то отсылки. И везде чудятся знаки. Да, чудятся знаки. И тоже я сидела в Москве, то есть я была там проездом, была в Старбаксе, как такой знатный хипстер. И вот с этим стольком сидели два пожилых джентльмена. И они обсуждали самые разные. То есть они просто вот сели, часами языки, как говорят, и обсуждали, начиная от различных технологий, Сколково и прочее. И в какой-то момент они начали обсуждать Звездный городок. И я подумала, опа, как удачно. Наверное, эти люди знают, как попасть в Звездный городок. А я знала, что у тебя есть пропускная система, что надо сильно заранее запитываться. И вот уже не успевала в эту поездку. Ну и недолго дома я подошла к ним за столик, когда они стали собираться, и спросила. Ну, чтобы вы понимали, джентльмены были очень пожилые и такие хорошо выглядящие. А я была такая, ну как и сейчас, в принципе, девочка на лет 20 в желтом пуховике, в шапке с ушами, такой, с помпонами. Вот. Я к ним подхожу и говорю совершенно таким наивным лицом. Я услышала, что вы обсуждаете Звездный городок. Скажите, пожалуйста, как туда можно попасть? Они обсуждали какие-то достаточно, ну, на посторонний взгляд, какие-то такие разработки. То есть, в принципе, что-то, что может показаться секретным для постороннего человека. И тут подходит человек с совершенно наивным лицом и говорит, а как туда можно попасть? А в Москве, ведь мы к этому не привыкли, я не знаю, то есть в Питере вы, может быть, что-то подсказали. Вот. И эти ребята, они как-то что-то промянули, очень-очень быстро собрались, быстро на себя все надели, и как-то попятившиеся из кафе просто очень быстро ушли. Я думаю, дело в том, что информация действительно была секретная, и они поняли, что взболтнули лишнего. Да, и у них реально был страх на лице. То есть, я такого не ожидала. То есть, кого может напугать вот такая девочка с помпонами, но, видимо, он не принялся от американского шпиона. Да, кто вас знает! Гордимся вашим упорством, что вы, тем не менее, попали в «Звездный городок» и подарили такие прекрасные картины мира. И поздравляем вас с наступающим женским, да, международным женским днем. Анастасия, вот эти конфеты для вас от... Анастасия Просашкин. ...в русской части... ...радио 54. Талалаева Настя, всем добрых, позитивных выходных, праздников. Много конфет... ...цветов... ...букетов, шампуней в подарок. Ура! Приходите на радио, здесь Рафаэл кидает. До понедельника. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok